мы уже рассмотрели некоторые бактериальные поражения кожи сегодня у нас отдельная тема почему отдельно потому что она довольно большая не очень понятная для нас мы не часто с этим встречаемся но тем не менее мы должны об этом знать потому что развивается туризм потому что некоторые из вас поедут работать другие страны и вы естественно должны будете знать о таком заболевании которое называется лепра лепра или же ее еще называли когда-то проказы те снимки которые я предоставляю я взяла вот из этого атласа поэтому в принципе могу его рекомендовать мне нравится как он написан довольно лаконично на английском языке не знаю может быть есть переведенный сегодня обсудим но естественно же кратко да то есть те вещи которые могут возникнуть на экзамене те вопросы мы в принципе чтобы вы были знакомы с этим заболеванием и могли распознать его поставить диагноз как вы видите название заболевания много лепра проказа болезни хансона в том числе та бактерия которая вызывает это заболевание тоже названа в честь хансона до палочка хансона на самом деле вызывает ее микобактерии микобактерии и у них есть свое собственное название микобактерия лепра палочка хансона что же это за бактерии такая ну она прибывает прямая слегка изогнутая грамм положительная является облигатным внутриклеточным паразитом и что положительно у этой микобактерии то что она в принципе похожа на микобактерию туберкулеза в каком смысле что хорошего в том смысле что вам не нужно запоминать какие-то до диагностические вещи касательно отдельно касательно вот этой вот лепры почему потому что она в мазках будет выглядеть абсолютно также как микобактерия туберкулеза то есть если вы возьмете покраску например по тому же целью нинцину да то вы увидите ярко розовые палочки и это будет ваш собственно диагноз значит запомнили раз микобактерия значит примерно все диагностику сравниваем с туберкулезом вспоминаем как мы при туберкулезе до собираем мокроту естественно что лепра будет поражать другие ткани мы собственно рассматриваем лепру в курсе дерматологии почему потому что собственно это имеет прямое отношение к коже как вы видите в россии не очень уделяют внимание этой болезни почему потому что наш регион не поражен но вот красным цветом это наиболее пораженные страны и и первое первое место где лидирует является бразилия причем нужно понимать что это странное с огромным количеством людей которые просто не имеют доступа к нормальной медицине поэтому лепра диагностируется поздно или вообще не диагностируется и случае вы можете там найти совершенно разные первое место которые и первая страна который лидирует на данный момент по количеству лепры это бразилия на втором месте находится индия и на третьем месте находится восточная африка обратите внимание то есть это все начиная там с танзании до мазамбик мадагаскар который здесь же находится рядышком вот зная хотя бы эти страны вы уже должны понимать на что обращать внимание если у вас пациент даже в россии на такой а такие пациенты в россии у нас есть они регистрируются какой она нас собирать то есть вы должны спрашивать какие регионы в последние годы посетил этот человек этот пациент обратить внимание что накопационный период годы годы то есть путешествие могло состояться пять лет назад а признаки лепры появились только сейчас и хорошо если пациент пришел к вам сразу они тогда когда уже это зашло более да там сложную когда уже это выраженные да там косметические дефекты и так далее как происходит заражение но заражение вообще конечно очень интересная вещь до конца не очень изучена до конца не очень понятно почему объясню необходим очень тесный и долгий контакт с больным человеком то есть могут заразиться люди которые проживают в одном доме в с этим больным человеком причем долгое время и некоторые заболевают другие не заболевают то есть тут вот очень много вопросов возникает откуда как почему почему некоторые люди заболевают другие нет но так или иначе в принципе считается что от больного человека но хочу обратить ваше внимание что есть публикации которые говорят о том что резервуаром естественным является броненосцы и что есть случай заражения конкретно от броненосцев но честно говоря это тяжело доказуемо потому что опять же я повторюсь инкубационный период годы годы все контакты перечислить за годы которые у вас были невозможно особенно если вы живете на в этом эндемичном регионе поэтому говорить о броненосцах и контактов с броненосцами ну то есть под вопросом стоит этот момент ну ладно его его стоит озвучить значит как обычно происходит воздушно-капельным путем я объясню дело в том что есть две формы лепры мы сейчас они мы о них будем говорить и вот одна из них та которая наиболее контагиозная заразная она поражает слизистые оболочки носа и поэтому вызывая причем хронический насморк и постоянно человек вот с этой слизью выделяет огромное количество бактерий в окружающую среду и нужно понимать что если уровень социальный вот этот вот да там уровень гигиены который поддерживает данный социум если он низкий да то естественно все в доме будет покрыта слоем этих бактерий почему говорится о длительном тесном контакте классификация на же там есть на самом деле несколько классификации мы рассмотрим только то что нам нам облегчит понимание они запутают нас на данный момент значит есть туберкулоидный тип есть ли промо лепроматозный тип и есть так называемый не дифференцированный тип мы подробнее рассмотрим туберкулоидный подробнее рассмотрим лепроматозный они дифференцированы мы не будем рассматривать потому что это по сути соединение туберкулоидного и лепроматозного вместе то есть когда мы видим и те очаги и другие очаги и не можем дифференцировать не можем сказать что в данном случае вот такой-то конкретный тип теперь переходим к разбору сначала туберкулоидного типа потому что он считается на самом деле более легким течением заболевания чем липроматозный поэтому с него и начнем считается что это обычно не контагиозная форма течение неумедленная причем возможно спонтанная регрессия кожные проявления выражены очень незначительно есть небольшие очаги могут быть бледные очаги могут быть красно-фиолетовые папулы да вот по краешку причем очаги растут из центра получается центр остается атрофичным да там внутри атрофия то есть например выпадают волосы в виде атрофичную кожу а по краю очага небольшие фиолетовые папулы иногда это бывает настолько бледного цвета что даже не совсем понятно и довольно сложно дифференцировать и такие слегка розоватые чуть-чуть выступающие над поверхностью фотографии которые я покажу более яркие именно с тем чтобы их можно было запомнить но к сожалению вот туберкулоидный тип вот он считается легче да что вот он не контагиозный он возможен к спонтанной регрессии он по коже вот как бы вызывает на коже не такие яркие проявления как либроматозный но туберкулоидный тип почему-то более тяжело поражает периферические нервы вокруг нервов которые находятся в коже образуются гранулемы и эти гранулемы эти нервы разрушают в результате естественно потери чувствительности естественно пара порезы естественно параличи то есть поражается мышечный аппарат в результате что происходит некоторые мышцы атрофируются и не мог не поддаются да то есть пациент не может ими ими не владеет он ими не руководит и в результате образуется так называемый когтеобразные пальцы то есть они сжаты как когти и еще может у пациента быть петушиная походка почему так происходит у пациента нету разгибания стопы у него не работают эти мышцы и он чтобы не шаркать ногой чтобы не зацеплять ногой а землю он вынужден поднимать высоко ногу колено и поэтому со стороны кажется что он вышагивает как петух то есть высоко поднимая ноги и поэтому вот такая такое сходство да то есть такое описание поэтому запоминаем туберкулоидный считается более легким он считается более блоге более благоприятным и прогноз у него вроде бы лучше да но с другой стороны при долго прогрессирующем заболевании вот в эндемичных регионах там где люди не обращаются за медицинской помощью не имеют к ней доступа они пара у них поражение довольно серьезные при этом при этом более легком типе течение чем определяется легкость течение на самом деле на лепру должен какой-то некий иммунный ответ должен быть и в большей степени так как это внутриклеточный паразит облигатный тут играет роль клеточный иммунитет и вот если иммунитет как бы хорошо среагировал то чаще всего у человека все-таки развивается туберкулоидный тип или вообще не развивается заболевание начнем с этого да но если уж развивается туберкулоидный если иммунитет среагировал плохо если как-то задавлена вот это вот клеточный ответ то развивается липроматозная форма если говорить о недифференцированной то все-таки ее нужно отнести к тяжелому течению потому как мы видим липроматозные очаги то есть иммунитет не справляется и вот в данной ситуации да когда вроде бы иммунитет должен справляться вроде бы он реагирует но из-за того что образуются гранулемы вот эти вот гранулемы поражают очень серьезные нервные окончания и в результате у пациента причем при туберкулоидной форме нервные окончания будут поражаться всегда при липроматозной нет при туберкулоидной обязательно вот здесь представлены фотографии из мной продемонстрирована атласа собственно вы видите да чтобы по краям какие-то бабулы яркого цвета а посередине остается такой более атрофичный участок и все это растет эксцентрично на самом деле вот это вот вот это вот лепра это у ребенка причем в эндемичных районов довольно большое количество именно детей поражено лепрой но так как отчик очажок небольшой никто не внимание не обращает и ребенок и и так как это может в итоге прийти к спонтанной регрессии то на самом деле местные жизни естественно как вообще не придают этому значение и верхняя фотография вот этих рук это вот те самые когтеобразные пальцы то есть тогда когда из-за из-за того что пациент не владеет всеми мышцами у него пальцы какие-то мышцы сжимаются да какие-то не могут разжать и в результате получается вот это вот такой изгиб довольно сильные у пальца до получается так и как будет как будто бы когти теперь лепроматозный тип вот лепроматозный более серьезный то есть это злокачественной формой считается и при этом типе образуются характерные узелки лепрома мы сейчас посмотрим если инфильтраты будут довольно обширные да то есть тогда когда форма когда иммунитет вообще не отвечает и форма довольно запущено получается вот эти обширные инфильтраты покрывать все лицо образуя так называемое львиное лицо я даже нашла фотографию который мне больше всего понравилось с тем чтобы было понятно почему на львиное потому что изначально когда я впервые увидела пациента причем я увидел такого пациента в москве то есть он изначально житель россии ездил куда-то там в командировку вернулся вот с этим то есть много лет спустя и находился в институте у нас на лечении и вот у него было 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 львиное вот это лицо но дело в том что я не увидела в его лице ничего львиного то есть это было просто изуродована и обширными инфильтратами я там лица не очень видела если честно когда же я посмотрела фотографии из эндемичных районов да я согласна я поняла почему называют это это лицо львина сейчас я это покажу что такое мадарос мадарос как я уже сказала так как лепара поражает да то есть там происходит довольно серьезные изменения в коже образование различных гранулем и так далее и тому подобное то поражаются и глубокие слои соответственно происходит выпадение потери волос и вот мадарос это потеря бровей и ресниц вот запомните термин мадарос это такое типичное проявление лепры типичное последствие еще одним очень показательным очень показательным признаком является увеличение мочек ушей и и как я уже говорила так как мы говорим о том что пациента выделяет большое количество бактерий в окружающей среду слизистой да да мы все время думаем о том чтобы что лепра обязательно поражает слизистые носа и соответственно может вызывать хронический насморк и вот в эндемичных районах напоминаю бразилия индия и восточная африка пациент с хроническим насморком должен быть обследован на лепру то есть нужно посмотреть его может быть где-то раздеть может быть где-то что-то да то есть не обязательно это на лице проявляется лепра может быть где угодно но вот и пациента нужно проверить что касается участков которые любят лепра значит дело в том что вот эта бактерия микобактерия она не любит тепло то есть на самом деле температура нашего тела ей неудобно и она предпочитает те участки тела которые более охлаждены поэтому поражаются конечности поэтому мы видим вот эти когтистые лапы поэтому поражается лицо и увеличение мочек ушей именно поэтому является патогономичным таким симптом ну как бы симптом да то есть он нас может он подсказывает нам что здесь что-то не так вот это увеличенная мочка уха значит запоминаем дистальные части тела все что более-менее охлаждено все что имеет более низкую температуру будет подвергаться липроматозному поражению вот как вы видите здесь например фотография которая тоже написано что это львиное лицо после уже после лечения лепры но я например не вижу здесь львиного лица хотя здесь есть определенные признаки и мадарос да видите у пациента нету ни ресниц ни бровей все исчезло и вот эти самые лепромы которые остались а вот теперь посмотрите вот этот человек из другого дает другой страны и соответственно и вот здесь я согласна действительно вот эти все лепромы они составляют какую-то фигуру действительно похожую да на льва на морду льва вот поставьте пожалуйста с мордой льва есть что-то похожее да то есть я когда вот это увидела тогда я поняла почему это называют львиной морды ну и теперь давайте перейдем перейдем к диагностике значит как я уже сказала мы вспоминаем микобактерию туберкулеза и нужно здесь сказать что действительно она тяжело культивируется я написала не культивируется почему потому что дорогой длительный процесс никто этим не занимается то есть там нашли какие-то среды что-то там придумали но это не актуально поэтому и проще это делать делать не в небо кубак лаборатории а это проще сделать микроскопией когда вы берете элементарную биопсию из этого узла когда вы берете биопсию кожи из туберкул туберкула да и находитесь там после простой окраски можете покрасить пацили нильсона и прекрасно увидеть эти бактерии вам это конечно же даст однозначный ответ одна проблема при туберкулоидной форме вы очаги вот эти можете даже из очага вы берете вы можете не найти там эту бактерию вот то есть тут с этим есть определенные проблемы откуда брать где брать нужно находить активный очаг нужно это делать то есть и естественно до лечения с лепроматозной формой там проще во первых всегда будет положительным кожный мазок то есть взяли соскобчик и все и вы там точно все это найдете можете взять соскоб со слизистой носа тоже прекрасно находится там вот эти вот микобактерии ну и можете взять гистологию гистологию например того же того же из при туберкуле при туберкулоидной форме да вы можете взять из очага из туберкула вот этого да и даже если вы там палочку эту не найдете в туберкулоидной форме то вы увидите характерный очаг то есть вам гистолог его опишет и вот тогда вам это тоже дает право поставить диагноз ну в общем там по клинической картине и по анамнезу уже тоже будет понятно значит в клетках тканей мы можем найти специфические клетки такие как они называются шары верхово что это за шары такие так как микобактерии препятствуют фагоцитозу то вот это будет незавершенный фагоцитоз то есть это будет кто-то до на наевшиеся этих бактерий и они будут там лежать ровненько их еще кто-то когда-то сравнил с сигаретами в пачке и вот так это и будет называться значит шары верхово запоминаем сигаретные пачки сейчас еще фотографии покажу хотя не нашла прям таких вот ярких хороших фотографий которые бы это все продемонстрировали значит что еще можно сделать в диагностике есть такая так называемая липроминовая реакция вот зачем она нужна во первых я большими буквами пишу что она не диагностирует она не ставит вам диагноз это и вам не пробу манту да индия не диаскин тест это вообще с другой целью ставится липроминовая реакция ставится с целью проверить клеточный уровень иммунитета как он реагирует в принципе на вот данный возбудитель значит для этого берется 0 1 миллилитр убитых кипячения бактерий и их вводят подкожно в кожу точнее в область предплечья и потом через некоторое время их оценивают как бы как какая реакция у организма будет на вот эту введенную бактерию по идее если иммунитет хороший то реакция быть должна если иммунитет плохой то реакции не будет то есть при сдать если человек здоров и если у него есть туберкулоидная форма которая считается как бы доброкачественной как при которой ответ клеточный все-таки формируется да то есть что-то какая-то реакция должна произойти через два дня вы проверяете реакцию фернандеса это как раз на реакция на гиперчувствительность замедленного типа которая обусловлена вот этими макрофагами и т-хелперами до лимфоцитами и они просто отвечают как бы на за стимуляцию до клеточного иммунитета и вы через два дня можете в эту реакцию фернандеса посмотреть но сама по себе сама вот эта элитроминовая про элитроминовая реакция оценивается через три недели и это так называемая реакция митсуда значит если вы увидите инфильтрат и этот инфильтрат более 4 миллиметров то проба считается положительной положительная проба это считается хорошо ну и так как мы уже поговорили про микроскопическую диагностику то нужно посмотреть как это все выглядит значит дело в том что в интернете вы найдете много картинок но к сожалению никто не дифференцирует да не подписывает какая-то форма а что на что здесь нужно обратить внимание поэтому давайте разберемся значит во первых при мы уже говорили что при лепроматозной форме мы обязательно увидим палочку и собственно искать нам нужно эту палочку то есть мы берем любой препарат окрашиваем неважно это соскоп до кожи слизи со слизистых и какую-то мы берем биопсию так далее вы можете этот препарат покрасить по цели ниллисона и обнаружить вот такие вот ярко-розовые палочки собственно также как при микобактерии табрукулеза да то есть вот что вы должны искать если вы такую палочку находитесь это собственно ваш диагноз только подтверждается при дуберкулоидной форме немножко сложнее с этим потому что вы можете палочку в препарате не найти но вы можете найти характерные характерные очаги клетки лонгерганса некие вот это вот образование как бы гранулиомы да образование гранулиома который разрушает собственно нерв мы говорили что при дуберкулоидной форме очень сильно страдает нервы нервы располагаются в дерме и мы собственно вот это вот на этой схемке должны посмотреть как это будет выглядеть здесь подписали клинка клетка лонгханса но на самом деле не принципиально как вы назовете значит это будет крупная многоядерная клетка и вокруг нее как карусели закручивается вот это вот все то есть там как бы у вас вот этот вот воспалительный фактический инфильтрат то есть иммунная система пытается реагировать на то что происходит на внедрение возбудителя и вы можете видеть огромную инфильтрацию лимфоцитами и собственно как нервы они разрушаются именно за счет этих гранулиом то есть получается что туберкулоидная форма она более положительна в смысле реакции иммунитета но с другой стороны вот эти гранулиом будут разрушать нервные окончания именно поэтому при туберкулоидной форме чаще страдают вот эти всякие да там параличи парезы появляются и так далее там подобное то есть с одной стороны хорошо с другой стороны вроде бы не очень и вот так это будет выглядеть в реальном препарате здесь слава богу спасибо подписали что вот эта гигантская клетка к сожалению качество фотографии составляет желать лучшего но в принципе мы теперь хотя бы понимаем куда смотреть то есть палочек мы тут не видим но мы видим гигантскую клетку мы видим скопление лимфоцитов мы видим агрегацию вот это вот эпителиальных клеток то есть фактически все так же вот как карусель до начинает закручиваться в эту на гранулиому ну и соответственно то то это и будет разрушать нервы и теперь просто пару слов о лечении на сегодняшний день лечения рекомендуется поли терапии то есть назначением нескольких препаратов потому что зарегистрирована и устойчивость и чтобы избежать до вот этой вот устойчивости развитие устойчивости к антибиотикам рекомендуют несколько препаратов и но все-таки при легких формах я посмотрела в протоколах значит некоторых стран все-таки фигурирует вот это вот монотерапия римфопицином в больших дозах 100 1200 миллиграмм один раз в месяц и это все в течение шести месяцев такое вы можете позволить если действительно у пациента легкая форма вот здесь отдаётся получается на откупу врачу определение что легкая а что сложная поэтому я конечно рекомендую придерживаться поле формы на значит поле бациллярная форма предлагается более такая схема из нескольких препаратов рифомпицин делим на 2 получается 600 миллиграмм один раз в месяц да то есть было 1200 рекомендовалось мы берем 600 и еще один препарат клофазимин тоже делите число пополам 300 миллиграмм один раз в месяц но 300 миллиграмм один раз в месяц это то что пациент принимает под присмотром врача а так он самостоятельно еще дома 50 миллиграмм ежедневно и терапия должна составлять не менее двух лет когда вы перестанете эту палочку определять в мазках со слизистых да из кожи и так далее тогда вы можете в принципе говорить о том что вы пациента вылечили единственная проблема что вы конечно не вылечите всех изменений которые уже произошли с ним да то есть самого возбудителя вы выгнали выгнали и элиминировали физические изменения так и останутся и нужно пробежаться и несколько раз точнее один раз еще пробежимся просто чтобы это в голове все улюблено что такое лепра итак лепра или проказа или болезни хансона и это заболевание которое характерно для определенных стран да то есть у нас в россии не для нас не характерно мы не эндемичны но у нас регистрируется потому что потому что есть туризм потому что есть заносы да значит лидирует бразилия на втором месте индия на третьем месте восточная африка то что красным цветом на карте отмечено но в принципе и весь все эти регионы они в принципе так или иначе имеют место быть то есть там это лепра развиваться лепру вызывает микобактерия лепра или палочка хансона который является грамм положительный слегка изогнутой и является облигатным внутреглядочным паразитом вызывает поражение кожи и периферической нервной системы обнаруживается при разных формах по-разному да то есть при липп либроматозной форме мы обнаруживаем везде то есть в слизи в выделяем у носа в соскобах кожи кожи и так далее то есть в мазках кожи все это делаем там будет свести при туберкулоидной форме довольно тяжело обнаружить палочку но возможно инкубационный период будет длиться годами поэтому очень тяжело составлять какой-то анамнез и искать до контакты и так далее и тому подобное и опрашиваем соответственно собираем анамнез более тщательно но передачи нужно понимать что передача происходит от человеку к человеку но при длительном тесном контакте потому что зафиксированы случаи совместного проживания никто там ничего не заранее заражается формы есть три туберкулоидной и лепроматозной не дифференцированы это все что пока что нужно знать туберкулоидной считается более положительный до благоприятный потому что при ней как бы иммунитет отвечает при лепроматозной иммунитет не отвечает и соответственно вызывает более серьезные изменения в коже клиническая картина при дуберкулоидном типе предлагает только вот эти бляшки кожные проявления практически не выражены и но зато есть другая другая проблема это то что так как иммунитет все-таки отвечает то происходит развитие гранулем который разрушает нервные окончания и в результате у этих пациентов без лечения которые остаются у них регистрируются эти пары запроличей и которые уже естественно никаким образом вы не вылечите как правило это не контагиозная форма и возможно спонтанная регрессия лепроматозная форма она считается злокачественной иммунитет не работает поэтому да уродства страшнейшие такие как для львиного лица мадарос до подогномичным симптомом является увеличение мочки ушей и и возбудитель выделяется отовсюду и что касается диагностики нужно подчеркнуть еще раз что обнаружение палочки примес при микроскопии собственно это то что вам нужно можете брать биопсию тогда когда тогда когда вы должны подтвердить диагноз например туберкулоидная форма ее же нужно дифференцировать она похожа на другие заболевания тоже поэтому там лучше брать биопсию палочки вы можете не найти но зато вы можете найти характерную структуру характерные гранулемы и так далее выявление шаров верху возможно при как бы при удачном препарате в котором бактерии расположены как сигареты в пачке это для экзамена полезная заметка да и мы мы в основном надеемся на микроскопию почему потому что практически на них культивируется то есть были подобраны какие-то среды но это настолько проблематично что никто этим не занимается поэтому мы условно считаем что не культивируется и нужно обязательно запомнить что ли примена липроминовая реакция не является диагностической процедуры она не отвечает вам на вопрос болен пациент или нет вы просто можете ответить на вопрос как реагирует иммунитет данного человека потому что при туберкулоидной форме вы тоже получите положительную реакцию иммунитет как бы реагирует но в результате у вас пациент заражен или не заражен вы не знаете то есть вот липроминовая реакция на ней является диагностическая она выявляет реактивность и у здорового человека на введение вот этого возбудителя естественно обезвреженного убитого кипячения вызывает появление инфильтрата и вот если инфильтрат более 4 мм то мы говорим что проба положительная реакция митсуда положительная и это хорошо и лечение лечение нужно тоже знать желательно полиотерапия первый препарат который мы помним рифампицин потому что собственно его используют также и при лечении туберкулеза поэтому микобактерии как лечим так и лечим продолжаем рифампицин клофазимин и при тяжелых формах не менее 2 лет при легких формах в течении 6 месяцев главное запомнить рифампицин